Свобода. Та самая ценность, ради которой абхазы, по их словам, воевали против Грузии и изгнали этнических грузин с территории. Уже 30 лет Абхазия, всем миром юридически признанная как территория государства Грузия, выстраивает, как считают жители непризнанного территориального формирования, свою независимую политику и являются свободными от, как, опять же, они считают, страшной и ужасной Грузии. За эти 30 лет в Абхазии, стоит признать, сформировалось определенное гражданское общество, оппозиция и, в общем-то, несмотря на то, что Абхазия не является международно признанным государством, можно сказать, что гражданских свобод там побольше, чем в некоторых постсоветских странах. Однако, довольны ли представители гражданского общества тем уровнем свобод, к которому они, по итогам трех десятилетий псевдонезависимости, пришли и каковы нынешние тенденции? Мое мнение по данному вопросу никакой роли не играет, ибо я не живу на территории Абхазии, потому опираться будем на публичные высказывания жителей. Например, недавно в парламенте непризнанной республики обсудили идею ужесточить ответственность за клевету. Аппарат, уполномоченного по правам человека, счел, что поправки приведут к массовым уголовным делам за распространение недостоверной информации. А один из оппозиционеров лаконично прокомментировал ситуацию словами «Северная Корея отдыхает». За прошедшие несколько дней это уже второй раз, когда, упоминая действия кабинета абхазского лидера Аслана Бжания, оппозиция проводит параллели с КНДР. Схожую оценку, проводимой на оккупированной территории политики, также дала сухумский блогер Изида Чания, по мнению которой курс Бжания полное чучхе. На всякий случай уточню, что чучхе – это наименование государственной идеологии Северной Кореи, разработанной Ким Ир Сеном. Под контроль взяты законодательная и судебная власть, муниципалитеты, силовики, правоохранители. Осталось совсем немного завершить разгон оппозиции и взять под полный контроль негосударственные СМИ, которые с 2014 года датировались из государственного бюджета. Президент воспринимает критику как некое частное оскорбление. В интервью российским журналистам он жалуется на негосударственные СМИ, которые его критикуют, несмотря на то, что он их финансирует, подтверждая тем самым, что рассматривает государственный бюджет как свой личный. Поэтому никто и не удивился, когда по личной инициативе Бжания в 2024 году негосударственные СМИ лишили финансовой поддержки. Одновременно в парламент поступили поправки в уголовный кодекс, ужесточающие ответственность журналистов и гражданских активистов за недостоверную информацию. И все это в условиях, когда чиновники отказываются исполнять действующие законы о СМИ. Когда глава государства показывает пример крайней закрытости. Все это невозможно трактовать иначе, как чучхейские намерения исполнительной власти. Наступление на свободу слова, конституционное право на выражение собственного мнения. Рейтинг Аслана Бжания упал до нижайшего уровня. И ему нужно полное чучхе, чтобы обосновать существование режима единоличной власти и одержать победу на президентских выборах. Вот такого рода мнения присутствуют внутри Абхазии. Я сам делал несколько видео, в которых обсуждал вероятность того, что непризнанная республика находится в ситуации риска постепенного закручивания гаек. И, как я уже несколько раз убедился, подобные опасения высказывают и люди, проживающие непосредственно в самой Абхазии. Я бы, конечно, не стал драматизировать. Очевидно, что нынешней Абхазии еще очень далеко до схожего с КНДР режима. Что уж говорить, если в Абхазии, несмотря на то, что это даже не страна, а оккупированная Россией территория государства Грузия, пресловутых гражданских свобод больше, чем в самой России. В Абхазии периодически меняется власть. Есть какая-никакая, но оппозиция. Проходят акции протеста в случае, если население с позицией властей не согласно. Однако проблема Абхазии в том, что у нее априори не может быть никакого суверенитета. Юридически его нет по причине того, что данное территориальное формирование не признано международным сообществом как государством. Фактически его не может быть, потому что эта территория находится под полным контролем Российской Федерации, которая держит проект «Суверенная Абхазия» с одной единственной целью – иметь фактор давления на Грузию, который в теории может позволить РФ принудить Грузию к тому, чтобы та осталась в российской геополитической экосистеме. Грузия, конечно, для России даже близко не так важна, как Украина, если говорить о желании иметь зону своего влияния. Однако отпускать Грузию РФ не собирается. Южный Кавказ – это та зона, в которой Россия намерена сохранять определенные рычаги. Грубо говоря, это буферная зона, которая отделяет РФ от НАТО. Не забываем, что Турция хоть и находится с Россией в хороших отношениях, однако Турция является членом Североатлантического альянса, а также, конечно, является мощной страной с серьезным военным потенциалом. И от России эта страна отделена Южным Кавказом. Хочет ли РФ, чтобы вместо данного буфера у ее границ появились натовские войска? Маловероятно. Вот она и препятствует интеграции Грузии в альянс, держа под оккупацией 20% грузинских территорий. Абхазия – это очень важная для Грузии территория, а также это открытая рана, которая кровоточит уже на протяжении 30 лет. Для России Абхазия – это просто разменная монета, которую она готова вертеть перед носом Грузии, словно морковкой, и приговаривать, смотри, эта земля под моим контролем. Значит, решение территориального вопроса находится у меня в руках. Не уходи в зону влияния Запада, и мы сможем договориться. Договориться, правда, пока не получается. Однако РФ явно не отказывается от данной идеи. В противном случае, зачем она держит Абхазию в таком виде? Была бы России эта территория нужна, их бы давно уже забрали в состав РФ и особо не спрашивали, хотят или не хотят. Самые буйные получили бы дубинкой по башке или оказались в тюрьме. Но нет. Россия сохраняет фактический контроль над Абхазией, финансирует ее, однако юридически на данную территорию не претендует. Потому что в Кремле считают, что выгоднее сохранять сложившийся статус-кво до тех пор, пока Грузия не будет согласна на те компромиссные варианты, которые удовлетворяют российским интересам. И вот тут вырисовывается один момент. Жители Абхазии действительно внушили себе, что у них есть своя собственная страна, и внутри этой страны у них имеется потребность в определенных демократических институтах, которые в общем-то в той или иной степени, но присутствуют. Однако наличие гражданского общества в непризнанной республике порой противоречит интересам РФ. Как, например, тот уже печально известный случай с попыткой России получить контроль над дачей в Пицунде. Часть жителей Абхазии данной инициативы жестко противились, протестовали, и власть была вынуждена пойти на условия протестующих. В итоге дача хоть и переходит во временное пользование государства России, однако третьим лицам было запрещено приобретать на этой даче недвижимость. Вопрос оставался за опцией, связанной с третьими лицами. Была соответствующая встреча представителей оппозиции, представителей власти, на которой пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это закон о международных договорах, гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи третьим лицам соглашение расторгается, и собственность возвращается в республике Абхазия. Впоследствии депутаты пришли к консенсусу, что будут голосовать за соглашение, где будут внесены и координаты, и невозможность передачи третьим лицам. То есть российских чиновников Абхазы лишили возможности покупать объекты в Пицунде, что вызвало негодование российского руководства. И надо сказать, что негодование это вполне обоснованно. У кремлевских чиновников на этой почве появляется закономерный вопрос к руководителям Абхазии. Ребята, а вы не охренели? Мы позволяем вам играться в псевдонезависимость. Мы вас спонсируем. Мы являемся единственной причиной, по которой Грузия все еще не восстановила на этой территории свою юрисдикцию. А вы не можете выполнить четко поставленную перед вами задачу? В чем проблема? В этот момент абхазский чиновник даст вполне честный ответ. Мол, народ бунтует, что мы можем поделать? Но ведь не для того РФ все это затеяла, чтобы абхазская общественность бунтовала там, где это мешает России осуществлять свои планы. Поставим себя на место Аслана Бжания. Человек занял пост де-факто президента Абхазии при поддержке России, дабы выполнять те задачи, которые перед ним ставит Россия. Но вдруг он сталкивается с проблемой, которая заключается в том, что простые жители Абхазии всерьез верят в то, что живут в суверенном государстве. И думая так, они начинают требовать каких-то там прав и каких-то там свобод. Что это создает? Правильно. Это создает угрозу прямым интересам нынешней абхазской номенклатуры. А номенклатура везде одинаковая. И их целью является сохранение власти с целью личного обогащения. Вот только по причине того, что Абхазия это не отдельная, юридически признанная страна, а по сути колония РФ, полностью зависимая от денежных дотаций из России, то и деньги они получают из РФ. Значит, должны выполнять те задачи, которые поступают из Кремля. А наличие какого-то там гражданского общества с точки зрения российских властей не является уважительной причиной, которая оправдывает то, что Аслан Бжания и приближенные к нему люди буксуют те или иные инициативы, нужные России. Это создает риск того, что РФ не будет заинтересована в том, чтобы помогать Аслану Бжания на предстоящих выборах, которые должны пройти уже в 2025 году, и сделает ставку на кого-то другого, кто будет готов проявить больше упорства в реализации интересов России на территории Абхазии. Потеря должности будет означать необходимость слезть с тех обильных финансовых потоков, которые Россия направляет в Абхазию. Учитывая, что спустя 30 лет своей якобы независимости Абхазия выглядит как заброшенный советский санаторий, большинство из этих потоков оседают в карманах абхазских чиновников, но уж никак не идут на развитие инфраструктуры. И тут Аслан Бжания, либо же кто-то из его аппарата, приходят к мысли о том, что есть верный способ свести к минимуму общественные недовольства, остаться на хорошем счету у российского руководства, сохранить власть и продолжить иметь доступ к финансовым потокам. А каков обкатанный путь сохранения власти? Конечно же, постепенное, аккуратное закручивание гаек. Причем делать это надо не резко, а именно постепенно, не торопясь, чтобы люди толком и не заметили, как гражданских свобод становится все меньше и меньше. Примерно так это и происходило в самой РФ. И тут Абхазии есть с кого брать пример. Жителям Абхазии позволено проявлять какую-либо гражданскую активность ровно до тех пор, пока это никоим образом не мешает целям и задачам России. По сути, они лишены реальной возможности принимать самостоятельные решения и могут лишь жить в иллюзии, в иллюзии того, что у них есть государственность, в иллюзии того, что они сами решают, как им жить. Конечно же, нет, не решают. Реальность совершенно иная. Касательно государственности все понятно. То, что страны под названием Абхазия в правовом поле не существует, это юридический факт, подтвержденный ООН. Что же касательно принятия решений, то, конечно, Абхазы могут выйти на протест и потребовать от своих властей решения каких-то локальных проблем. Условно, канализационную трубу на какой-то улице прорвало и вся улица в говне, а чиновники ничего не делают. По такому поводу жители данной улицы могут выйти на протесты, предъявить властям, мол, заделайте трубу, падлы. И трубу, скорее всего, заделают. Но стоило им помешать России в ее планах по присвоению Пицунды и целый МИД РФ выразил Абхазии по этому поводу ноту. Казалось бы, такая мелочь, какая-то дача в непризнанной республике. Зачем российским элитам вообще нужно что-то там приобретать? Но даже в таких мелочах РФ не намерена уступать Абхазии и будет давить до конца, давая понять, кто тут главный. В реальности жители Абхазии могут удовольствоваться лишь иллюзией выбора. Однако любой политический вектор этой территории всецело зависит от того, что решит Россия. Сейчас России выгодно поддерживать якобы суверенитет Абхазии, ровно как и сохранять ситуацию, при которой Абхазы не хотят возвращения в Грузию. А предположим, что произошли бы какие-то перемены и общественные настроения в Абхазии стали такими, что они бы выступали за идею реинтеграции с Грузией. И что? Кто-то думает, что на данный момент Россия бы это допустила? Конечно же нет. Даже если все Абхазы хором скажут, что хотят в Грузию, РФ не позволит этому случиться до тех пор, пока Грузия не начнет играть по тем правилам, которые соответствуют интересам России. Абхазия для РФ не более чем инструмент. И каждый человек, приходящий на пост президента Абхазии, отдает себе отчет в том, что его основная задача заключается в том, чтобы делать то, что скажут в Москве. Наличие какого-то гражданского общества в Абхазии, как нам показала ситуация с Пицундой, может играть против российских интересов. Как это вообще может быть, чтобы из-за общественных настроений в Абхазии абхазские власти не выполняли российское требование? Немыслимо. И что, Россия это просто так оставит? Конечно же нет. От лидеров сепаратистского режима будет требоваться проводить такую политику, при которой подобных казусов в виде недовольных людей не было. Если с этой задачей не справится Аслан Бжания, то российские власти найдут другого человека. Многие ли люди захотят лишаться возможности получать постоянные финансовые потоки? Думаю, что немногие. И нынешние абхазские власти вряд ли хотят с этих потоков слезать, потому сохранить свои полномочия это в первую очередь является для них интересом финансовым. И если в республике есть определенная группа политически активных людей, которые посредством своего активизма и протестных настроений могут помешать номенклатуре зарабатывать бабло, то номенклатура вполне может решить, что надо начинать всех этих несогласных постепенно ограничивать в их возможности публично говорить, дабы не мешали. Конечно, Абхазия не станет Северной Кореей, если речь идет о политических свободах. Единственное, в чем Абхазия практически на уровне с КНДР, это политическая изоляция от внешнего мира. Причем, в отличие от корейцев, абхазы сами выбрали находиться в таком положении, пойдя на грубое нарушение юридически признанных границ государства Грузия и игнорирование международного права. Однако предпосылки к тому, что уровень гражданских свобод может постепенно снижаться, имеются. Тут уже, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. А с кем повелась Абхазия и результаты этого выбора мы имеем возможность лицезреть уже на протяжении 30 лет.